2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Нынешняя недельная глава наша называется «Мешпатим», это исход с 21-й главы по 24-ю, включительно. И о чём хотелось бы поговорить? Размышляя об этой недельной главе, собственно, о её названиях «Мешпатим», буквально «Законы», потому что начинается глава со слов «И вот законы». И размышляя о ней, пришли такие вот интересные мысли. Ну, наверняка вы сталкивались с такими ситуациями, когда надо процитировать Писание, и вот вы знаете, например, о платочках, раз сразу место Писания, о любви к ближнему своему, раз сразу ряд мест Писания. И вы знаете, я как бы заметил, что вот такое цитирование, оно говорит о знании Писания, но о знании на уровне просто цитирования. Я не говорю, что всегда и во всех случаях, но, в общем-то, это ничем не отличается от любого поиска в библейской программе, когда задаёшь ключевое слово, и тебе выдаётся сразу куча разных мест. Вопрос. Насколько та программа действительно знает Бога? Писание знает в идеале, лучше каждого из нас. А Бога та программа или тот смартфон или компьютер, как хорошо знает. Значит, и, собственно, нынешняя недельная глава перечисляет огромное количество законов, там что-то около 60, значит, и вот, собственно, это меня навело на размышления. Значит, исполнять законы. Знаете, Ишуа говорил, кто любит меня, тот исполняет заповеди. Но, заметьте, что он не сказал, что тот, кто исполняет заповеди, любит меня. Ну, насколько оно, как бы, обратно работает. То есть, действительно, исполняя заповеди, мы проявляем к этому любовь к Господу? Всегда ли так? Итак, можно попробовать разобраться, проанализировав, скажем так, ряд мест Писания, которые будут охватывать не только нынешнюю недельную главу, но ряд ближайших глав. Почему? Потому что, вот вы знаете, когда мы читаем Писание, прочитали стих, мы можем почерпнуть какую-то идею. Там, прочитали несколько стихов, идея как бы может расширяться, если контекст один и тот же. Но есть идеи, которые можно понять, прочитав разные места Писания, разбросанные по всему Писанию. Прочитать, проанализировать, сделать выводы и потом увидеть какую-то идею. Вот идея взаимоотношений с Богом, основанная на любви, на доверии, на исполнении заповедей. Значит, для начала вопрос. Вот кто знает, сколько раз Маше восходил на гору? Два, три варианта еще есть? Больше, меньше? Ну, ладно, тут не аукцион. Я насчитал три раза. Значит, вопрос еще такого плана. А когда была дана Тора? Хороший ответ. Тут был еще ответ в два этапа. На самом деле, если мы посмотрим, ну вот я до какой-то поры, я считал, что Тора, она, собственно, была дарована на горе Синай именно в тот момент, когда Маше получил скрижали. Я дол, я, ну вот, пока я не приехал в МЖБА, я был уверен в том, что вот именно так оно и было. Но тогда возникает уместный вопрос. Если, собственно, Тора была дарована именно в этот момент, Вы помните, что именно в этот момент, пока Маше находился 40 дней на горе, Израиль сделал себе золотого тельца и за это претерпел наказание. Вопрос. Если Тора еще не сошла с горы в виде скрижали, за что был наказан народ? Ну, если Торы не было дано, за что было наказание? Оказывается, на самом деле, действительно, Маше восходил на гору. Значит, вот если мы откроем исход 19 глава с 3 по 8 стих, как бы начинается стих следующим образом. Моисей взошел к Богу на гору, возвал к Нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. И дальше он, собственно, излагает суть завета, которую Бог хочет заключить с Израилем. Заканчивается как бы вот восьмой стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». Интересно, что в промежутке Маше, когда спускается с горы, он призывает старейшин, им передает слова. И, собственно, и старейшины это говорят, и весь народ отвечал единогласно. Старейшины отвечают, весь народ отвечал единогласно. Можете проверить меня на досуге. «И донес Моисей слова народа Господу». То есть общение Бога с народом происходило через Маше, через старейшин. То есть уже тогда Бог, собственно, установил определенную иерархию, помог Маше это осознать и Тро, его тесть. Вы помните, что накануне в предыдущей главе была установка этой иерархии. Значит, дальше исход 20 глава. «И изрек Бог все слова сии». И дальше идет перечисление 10 заповедей. Но интересно, что речь Бога не заканчивается на 10 заповедях, а вот исход 21.1. «И вот законы, которые ты объявишь им». То есть помимо 10 заповедей еще идет перечисление ряда законов. И, собственно говоря, вот то, что мы читаем в нынешней недельной главе, тоже является частью тех законов, которые были озвучены до восхождения Маше на гору на 40 дней. И также было записано исход 24 глава с 1 по 7 стих. «И Моисею сказал он, «Взайди к Господу ты и Арон, надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются. И народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». Но в этом случае нужно понимать, что Бог говорил уже громким голосом, и как Он сам сказал, «Я буду говорить так, чтобы слышали все, чтобы поверили тебе навсегда». То есть было установление определенных взаимоотношений через старейшин. «В подтверждении того, что старейшины говорят истину и не лгут, Бог проговорил это вслух всему народу». Значит, и написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горую жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, послал юношей и сынов Израилевых, принесли они все сожжения и заклали тельцо в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, другую половину и окропил жертвенник, взял книгу Завета, то есть к тому времени уже был записан Завет, суть Завета, прочитал вслух народу, то есть всему народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Обратите внимание, на этот момент скрижали еще нет. И интересный момент, когда Моше восходит на гору, если мы внимательно читаем, все, о чем говорил Всевышний с ним, это было устройство скиньи, то есть обеспечение необходимых условий для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа. Значит, и исход 24 глава, с 15 по 18 стих, «И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака». То есть он поднялся, там находился шесть дней, то есть вы представляете, Бог говорит, «Приди ко мне». Тот приходит, стоит, сидит, ходит, я не знаю, что он там делал, шесть дней, и Бог ничего не говорил. И только на седьмой день Господь начал говорить, «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израиля, как огонь поедающий». Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. И только после сорока дней он получил скрижаль и сошел. Дальше мы знаем историю Золотого Тельца. Так что же получается, что, собственно говоря, взаимоотношения устанавливаются, а потом дается символ Завета. То есть скрижали, собственно, не являются самой Торой, они являются как бы фундаментом взаимоотношений. То есть любые взаимоотношения не должны быть основаны на каких-то утвержденных отношениях, на каких-то принципах. Это вот как в любом государстве существует Конституция, как базовый закон существования этого государства, регламентирующий взаимоотношения государства и граждан. И все последующие законы, которые издаются, они не должны противоречить. Так вот, собственно говоря, Тора, как таковая, именно как фундамент Завета, как взаимоотношения Завета, близкие отношения с Богом, были учреждены, собственно, в этот период. Дальше давались определенные законы в каких-то конкретных ситуациях для того, чтобы регламентировать дальнейшие какие-то вопросы. И мы должны понимать, что действительно, вот почему Ишуа сказал, кто любит меня, тот исполняет заповеди. Исполнение заповедей, это как скрижали. А завет, взаимоотношение Завета, это вот именно любовь к Господу. И если наше исполнение заповедей проистекает из любви к Господу, то это действительно, по слову, это имеет силу. Если мы исполняем заповеди для того, чтобы выглядеть перед людьми, то это проблема. То есть каждый из нас должен задуматься, а, собственно, почему мы здесь, какие цели мы преследуем и какими мотивами руководствуемся. Мне бы хотелось, чтобы все присутствующие понимали те взаимоотношения, в которые вступили с Господом, и чтобы исполнение заповедей было продиктовано, прежде всего, любовью к Богу, а не потому, что на меня сейчас смотрят, меня сейчас видят и могут что-то по этому поводу сказать. Спасибо большое. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. израэль. Субтитры создавал DimaTorzok